Друзья, приветствую! Иван из Москвы прислал посылку с образцами масла Lookoil Genesis Armartec FD 530, это масло A5B5, вот описание, автомобиль, условия эксплуатации. Иван присылает уже третью посылку, разные масла из этого автомобиля, поэтому в конце будет интересно, я сравню с европейскими конкурентами данный Lookoil. Так, вот такие баночки, а эталона у меня нет, поэтому я сейчас создам эталон, обновлю спектр на ранее созданной болванке. Болванку и многие процедуры я делаю заранее, чтобы не отнимать ваше время драгоценное. Давайте приступим. Так, вот такая спектрограмма данного образца, сейчас я увеличу, посмотрим. Ну, здесь и так видно, что особо там каких-то эстеров нет, это 7-8 сотых максимум, если они есть, то это в районе одного процента. Поэтому прибор должен достаточно точно определить кислотное, щелочное самостоятельно. Так, далее, смотрите, что намерил, 89% по противоизносной присадке относительно масла, используемое для болванки. Да, здесь чуть пониже уровень, этот уровень я обозначаю как 100%, соответственно, гликоль в нуле вывожу, сажу. И самое главное, обратить внимание, кислотное 1,66 и щелочное 9,7. То есть очень все подобно, похоже на полнозольное, около 10, А5-B5 это полнозольное масло, то есть как бы вопросов нет. Значения я оставлю такими. Вот, и можно приступать к проверке отработки. Это Honda Accord у нас 8 на АКПП 2010 года, мотор 2,4, бензин, K24Z3 200 сил, пробег автомобиля практически 283 тысячи километров, пробег на масле без малого 5000 километров, 183 моточаса. Средняя скорость очень высокая для Москвы, 27 километров в час, 99% использования Москва. И давайте посмотрим, что намерил прибор, 76% по противоизносным присадкам, гликоля 0, сажи 0, отлично работает мотор, сгорание, смотрите, полное, нету никаких там, нету сажи. Нарастает, значит, кислотное, но это зима, это город, напомню, 99% Москва, 283 кислотное, 5,6 щелочное. Есть еще зазор, смотрите, 1000 с небольшим ppm, но вода, это понятно, город, тут вопросов нет, кстати, да. И зимняя эксплуатация, очень высокая скорость, средняя для Москвы, 27 километров в час. Так, значит, это я сохраняю и давайте покажу вам, что произошло с вязкостью. По идее, при такой эксплуатации масло должно разжижиться. Посмотрим, насколько сильно. Так, да, есть разжижение, я оценил его в 37% от максимально, максимально это до красной зоны, ну, чуть больше, чем на треть разжижилось масло. В общем-то, я считаю, что это хороший показатель для такой эксплуатации, повторю, тяжелая зима и город. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, если хотите получать уведомления о новых видео. И сейчас оценка ресурса. Так, первый образец, данный Лукойл, что было, что стало, пробег в километрах, моточасах. И посмотрите, что намерил прибор. 7,5 тысяч по километражу, классика, городская. И 279 по моточасам. Так, далее у нас нитрование, ну, понятно, около 10 тысяч и 360 моточасов. Ну, и вязкость. Вязкость здесь, конечно, не такой большой ресурс по вязкости, но потому что это, скорее всего, зима. Тут зависит от продолжительности поездок, от частоты поездок, ну, насколько успевает масло выпариться. Вот. Следующий образец, предыдущий, скажем так, образец был масло SRS Vivo 1 Special F+, 5.30. И вот, смотрите, какой прогноз был. У него чуть повыше щелочное, но прогноз был 6.300. Здесь, видите, скорость пониже, потому что по километражам прогноз меньше. Меньше, но по моточасам 289, разница 10 моточасов. 10 моточасов это у нас получается там в районе 4% разница, да? Да, чуть меньше тоже. По нитрованию, ну, тоже рядом. Относительно. И намного лучше по вязкости. Так, и первый самый образец был, это я еще по старой схеме проверял. Это у нас Liqui Moly Malygen новой генерации, тоже 5.30. И посмотрите, здесь прогноз 5.900 и 270 моточасов. Уступил даже Лукойлу. Но, хочу обратить внимание, у Liqui Moly 7.5 щелочное было, видите, да? То есть изначально ниже. То есть по сути, Лукойл на каждую единицу отработал, ой, Liqui Moly на каждую единицу отработал лучше. Но, тем не менее, посмотрите, разница всего 9 моточасов. Тем более, Liqui Moly уступил Лукойлу. Имеет ли смысл переплачивать? Вопрос. Да, технологично чуть получше, чем Лукойл. Вот, если бы это Liqui Moly был бы, например, 9.7, да? Так же щелочное. Скорее всего, он отработал бы там 300 с плюсом. Но, тем не менее, не вижу смысла переплачивать. Достаточно качественное масло, Лукойл. Вот. И здесь, на мой взгляд, определяющую роль играет конструкция мотора. Скорее всего, чем даже масло. То есть, если боитесь каких-то отечественных масел, то это, скорее всего, предубеждение. Бренды, да, есть хорошие, из топовых линеек. Вот. Но, во-первых, они намного дороже стоят. А, во-вторых, вопрос ресурса, ну, такой дискуссионный. Превосходит, оправдывается ли вся стоимость ресурсом. Я считаю, что из всех масел самый оптимальный выбор из трех масел. Это Liqui Moly отработал хорошо. Вот. И дешевле всех, как я понимаю. Вот такой получился тест. Благодарю Ивана за предоставленные образцы и за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Пишите комментарии. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.